К счастью, уменьшается смертность сердечно-сосудистых заболеваний, как конечный итог всех болезней. Но число людей с зарегистрированными заболеваниями в сердечно-сосудистой системе, к сожалению, не изменяется. Конкретно гипертоническая болезнь остается на высоком уровне у нас. Но по цифре я как бы не знаю, это Алсимеонна, Алсимеонна. Это среднего и пожилого возраста. Если раньше мы говорили про людей только пожилого возраста, гипертонии, сейчас это больше даже затрагивает людей после 30 лет, которые, как правило, на начальных этапах не обращают на это внимание, так как ничего не беспокоит. А вот именно что, измерение давления, да, может быть вот таким вот звоночком? Конечно, конечно. Какие показатели можно сразу иметь у человека? Не всегда видно клинику, не всегда человек обращает внимание на какие-то головные боли, на мушки в глазах, на тошноту. Вот связывает это с другими заболеваниями. А померяя давления, можно, конечно, уже поставить какой-то предварительный диагноз и начать корректировку этих цифр. И все должны прекрасно знать, что не бывает такой фразы, как рабочее давление. Любое давление выше 140, систолическое, или там 140 на 8, 140 на 90, считается уже гипертонической болезнью, из которой нужно бороться. Наверное, уже слышали, что этот год президентом России обозначен как год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это очень злободневная тема. Мы знаем, что сердечно-сосудистые заболевания, конкретные ишемические болезни сердца и гипертонические болезни – это бич наших людей. Несмотря на развитие высоких технологий, на открытие региональных центров, первичных сосудистых отделений, заболевание остается на высоком уровне. К счастью, за последние два года с тенденцией к уменьшению, но острота, тем не менее, не падает данной болезнью. Поэтому в рамках этого года, в рамках вообще программы, по инициативе губернатора, у нас Юрия Александровича Берга, стартовал региональный проект «Оренбуржцам здоровое сердце», так он называется, что он в себя включает. Представители Министерства здравоохранения, представители Центра медицинской профилактики города Оренбурга, а также лечебные учреждения, медики, куда приезжает этот десант, они проводят такие мероприятия, как измерение давления населению. То есть, если слышали такую акцию, измерь себе давление. Они проводят тематические мероприятия по темам именно артериальной гипертонии. Тематические мероприятия как с медицинскими работниками, так и с населением, кто желает это услышать. Как бороться, каковы начальные меры предупреждения этих болезней. И, соответственно, если начальными мерами мы не обходимся, то лечение этих болезней, конкретно гипертонической болезни. Поэтому у нас в городе 2 июля планируется эта акция. К нам приедут представители, я повторюсь, Министерства здравоохранения, представители областного центра медицинской профилактики, представители законодательного собрания, там тоже есть доктора, к счастью, и будут обследовать население города Гайя. Будем так говорить, это не крупное обследование, это просто измерение давления. Как первый маркер сердечно-сосудистых заболеваний. Я просто призываю людей, тем более в наше время, которые сталкиваются с проблемой попасть на прием, я это признаю и нисколько не утрирую, прийти и поучаствовать в этой акции. Продолжение следует...